Продолжение следует... У меня вот коробочка с китайскими воблерами, смотрите. Вот она. Это была вода, когда нас в бальдах зажимала, вода была через борта. Мы все не снимали, как это было. Но вот я говорю про китайские воблерки, что я их обязательно попробую. Понятно, что всех я и не перепробую, но в данный момент у меня навешан воблер, который имитирует подделку на ютуба самбо, который стоит 60 или 70 рублей. Вот он. Мне пришлось пассатижами подрегулировать его ушко, потому что он завалился то на один, то на другой бок. Но тем не менее, мне удалось его отрегулировать. Конечно, скажу, при большой проводке он все равно чуть-чуть теряет свою курсовую устойчивость, в отличие от оригинального. Но, если видно, вот он играет. Он действительно имеет право на жизнь, особенно в тех местах, где течение минимальное. Хотя, вот видите, против течения я даже ускоряю проводку. Смотрите-ка. Да, он имеет право жить. Вот этот воблер однозначно. Сейчас я его, конечно, покидаю. И попробую. Да, хорошие полетные характеристики. Ну вот, продолжаю кидать воблеры из китайской коробки. И вот сейчас у меня на очереди вот такой вот мегабасик. Тоже ушко пришлось отгибать пассатижами, чтобы выровнять его курсовую устойчивость. И скажу вам, воблер тоже имеет право на жизнь и будет рабочим. Потому что работает он очень даже ничего. Смотрите-ка. Я не знаю, просто в экшн-камеру это видно или нет на поверхности воды. Смотрите. Вот, видите, как играет. И даже против течения с быстрой проводкой. Вот такой красавчик. Идет. Да, тоже имеет право жить. Кину вот сюда. Видите, можно кидать прям под берег. Так, очень ощущается в руку. Ну, все крэнки обычно с хорошей игрой ощущаются в руку. Работает? Что тут говорить? Если у него есть игра, как я вам говорил, видео снимая про китайское барахло, и он держит, как бы сказать, свое положение, да, по курсу против течения, значит, эта приманка будет ловить. Витер такой холодный тут в верховьях, да? Да. Хотя ночь была теплая, теплее, чем вчера. Ну, а сейчас мне, конечно, хочется попробовать другие крэнки. На что оно похоже, я вам стопудово не могу идентифицировать. Я чувствую их за мегабасы. Кто-то там мне писали, люди под видео, что это от дуал до реалист. Ну, не важно. Китайское барахло, оно и есть китайское барахло, и у меня нет цели идентифицировать их на 100%. Вот, давайте посмотрим. Тройнички не похожи, вроде бы. Да, и тройнички, вот Андрей тоже подсказывает. Просто, как бы, нужно все попробовать. О, видите, он при скорости, он играет, но он валится на бок на один. Смотри, видишь, видишь, выходит на бок. Если я сейчас из нее потащу. Ну, эти проблемы не беда, они решаются с помощью пассатижей. Вот, мы просто берем ушко и отгибаем, уважаем его в противоположную сторону. От той стороны, на какой бок он валится. Сейчас мы его, конечно, отрегулируем. Еще валится, да? Значит, его надо еще ушко отогнуть. Да, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы выясним эту процедуру. До конца. Ты смотри, уже почти не валится. Уже почти нет. Еще чуть-чуть осталось. Еще чуть-чуть отогнем ушко, чтобы он не заваливался на левый бок. Вот, уже видно, как я отогнул достаточно градус. Видно, как он отогнутый. Ну, мы сейчас его еще отогнем. О, почти-почти. Смотри, как. Ну, да. Уже, да. Еще отогнем. Смотрите, как я уже ушко отогнул. Видите? Относительно прямой оси. О, идеал! Все. Вот таким вот незамысловатым способом мы отрегулировали воблера, чтобы он не валился. Смотрите. Ох, как он идет. Идет он неплохо. Смотрите. Красавчик! Ты где так научился, а? Ну, сейчас мы посмотрим его полетное. О, это да! Я даже вот сейчас его затормозил, не давший ему долететь до того берега, потому что первый раз его кидаю и силы не рассчитал. Да, и вот и дно прям простукивается, заглубляется тоже хорошо. Однозначно этот воблер китайский имеет право на жизнь. Очень хороший. Видите? Сразу же поймал листики, он заглублялся до дна. Однозначно он имеет хороший вылет и нормальную глубину погружения. О, смотрите. Хороший вылет. Ну, а сейчас я попробую другой воблер. Тоже из этой же серии, но только, как я вам показывал, с более другой, большей лопаткой. Ну, вот. А этот в другую сторону валится. Смотри, этот на другой бок, смотри, боком идет. Смотри, видишь? Ну, значит, будем регулировать его, отгибать ушко в другую сторону у этого воблера. Ну, ничего такого удивительного нет, даже самые воблеры дорогих брендов, их все равно приходится регулировать. Так что вот эти регулировки, я считаю, вообще нормальным явлением. Я отношусь к ним, как к норме. Еще надо чуть-чуть ему добавить угол. Изменить угол ушка. Давай, дорогой. Отрегулируем тебя. О, все, перебор, смотри, видишь? Видишь? Вваливается в другую, переборщил. Вернем чуть-чуть обратно. Еще чуть-чуть, еще немного. Еще чуть-чуть. Смотрите продолжение в следующей части Вот эти воблера, вот этот именно тяжело регулироваться, потому что небольшое изменение, то перебор, то недобор Очень это маленькая грань, такая регулировки их О, идеал, все, попал, правда, далеко не с первого раза Все, смотрите, он как идет Вот он, красавчик, смотрите, играет Все четко Да, тоже хорошо и летит О, и сразу же от зна достает, да Он еще глубже погружается, как это было по лопатке Тоже высокоупористый достаточно Тоже имеет право на жизнь Вот Из серии дешевых воблеров Вот это тоже меньше 100 рублей, по-моему, стоит, может, чуть-чуть копейка Нагревается Ты, смотри, заулупался, да? А что, жизнь сразу хорошо стала после того, как жизнь тряханет во льдах Сразу же, смотри, как яркие краски на жизнь открываются, да? Жить-то, как хочется, да? Ха-ха-ха Вот так вот бывает в этой жизни Жизнь становится, Андрюха, согласись, жизнь становится пресной, когда нет экстремальных ситуаций Экстремальная ситуация напоминает о том, что жизнь очень хрупкая штука Этот почти сразу же заиграл Ну да, он так играет хорошо очень Но при ускорении проводки Есть некоторые сбои Да нет, в принципе Это даже регулировать не пришлось Хотя я думал, что вот этот воблер и не будет работать Потому что он, как бы, ну дешевый вообще совсем По китайским меркам даже он дешевый А все-таки Ты смотри Да, тоже рабочий будет ловить рыбу Смотри, ленки на деревьях ловятся, нет? Вот он, красавчик Подлетел прям сюда Помнишь, как ленки на деревьях ловятся? Однозначно Вот, Андрюха, кстати По части ловящихся ленков на деревьях Андрей соврат не даст Он ловил на деревьях ленков Ну, чтобы тебе доказать Ленки на деревьях не ловятся, не ловятся Ты же видел? Да, Андрей взял мне и доказал, что они ловятся Так что сам лично видел После того, что с нами произошло Мне тоже неохота выходить на лед Вот там ниже может стоять Да, мы сейчас туда подплывем однозначно По идее, здесь должен щемиться ото льда Где-то здесь вот Да Я тоже под эту ледину так подвожу Думаю, что может быть он где-то тут Сто пудовый стоит А почему он не берет Он, наверное, может... Продолжение следует...